Универсал, кроссовер, а может быть хэтчбэк, новый Citroen C5X можно с легкостью отнести к любому из этих трех типов кузова. И на первый взгляд очень тяжело определить, что же из себя представляет этот чудо-автомобиль. Даже сами французы до конца не смогли определить, что же им удалось нарисовать, называя новинку универсалом в стиле фастбэк. C5X удивляет не только формами, но и внешним дизайном, который был разработан в строжайшем соблюдении корпоративного стиля бренда. Здесь вам и фирменная двухуровневая оптика, массивный бампер без явно выраженной решетки радиатора и необычной формы задняя светотехника, наплывающая на развитые боковые плечи кузова. В целом C5X смотрится очень необычно и подойдет далеко не всем. На это же намекают и официальные слоганы, в которых красноречиво фигурируют фразы, связанные с исследованием чего-то нового. Как бы новая стратегия бренда не сказалась на продажах. Друзья, перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать самую интересную информацию из автомобильного мира. А также не забывайте про наш музыкальный канал, доступный по ссылке в описании. Новый C5X позиционируется Citroën как полноценный флагман, так что внутри ожидаешь увидеть настоящую бурю из различных форм и цветов. На деле же нас встречает достаточно строгий и сдержанный салон, от которого так и тянет немецкой педантичностью. Тем не менее, кое-какие яркие элементы, выдающие в автомобиле француза, все же присутствуют. Это квадратное рулевое колесо, за которым красуется 7-дюймовая приборная панель, двухцветные сидения и большой мультимедийный экран на 10 или 12 дюймов в зависимости от комплектации. Также в роскошных версиях можно заказать сидения с повышенным комфортом. Они поставляются специальной набивкой из более плотной пены. Светодиодная оптика доступна уже в базе, а вот за камеру кругового обзора и различные ассистенты придется доплатить. Новый C5X делит платформу с Peugeot 508 и оснащается спереди стойками MacPherson, а сзади, в зависимости от версии, балкой или же многорычажной подвеской. Но в отличие от своего собрата по концерну, новинка на 27 мм длиннее, на 6 мм шире и на 65 мм выше. Это очень хорошо сказалось на внутреннем пространстве и комфорте для пассажиров. В отличие от Peugeot, для Citroën с традиционными силовыми агрегатами будет доступна фирменная активная подвеска, как у C5 Aircross. В компании ее сравнивают с ковром самолетом, мол эффект будет точно таким же, и вы не почувствуете каких-либо неровностей. А вот в гибридных модификациях по умолчанию будет использоваться подвеска Active с тремя режимами настроек. А что по силовым агрегатам? Пока французы не раскрыли все карты в этом направлении. Но учитывая, что перед нами брат Peugeot 508, нет никаких сомнений, что C5X получит версию с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 сил и 250 ньютон-метров и передним приводом, а также гибридную версию с таким же двигателем, работающим в паре с электромотором на задней оси. В данном случае у вас будет полный привод и отдача в 225 лошадиных сил и 320 ньютон-метров момента, а также возможность проехать на одной электротяге почти 50 километров пути. Обе версии будут работать в паре с восьмиступенчатым автоматом i-Syn, а для бензиновой версии будет доступен еще и шестиступенчатый ручной вариант. А вот дизелем новый C5X порадовать не сможет, его больше не будет. Новинка поступит в продажу в Европе уже в конце этого года, тогда же будут объявлены и цены. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, подписывайтесь на наш канал и не забывайте о группе в инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok